Устраивал мясорубку на ринге далеко не пляски. Сейчас расскажу вам историю Рими Баньяски. Сегодня ММА затмили своей популярностью даже классический бокс, который на протяжении стали и отглавенствовал среди единоборств. Что уж говорить о кикбоксинге, хотя не так давно турниры К1 сыграли больше зрителей, чем UFC и Pride. Именно там собирались главные звезды кикбоксинга, и пожалуй одним из самых ярких был летучий голландец Рими Баньяски. Он родился 10 января 1976 года в Парамарибо, столице Суринама. Уже в возрасте 5 лет он вместе с родителями переехал в Нидерланды. Школа кикбоксинга в этой стране всегда была на высоком уровне. Прежде чем заняться боевыми искусствами, Рими увлекся футболом. Этим видом спорта он занимался до подросткового возраста, но был вынужден закончить с игрой в мяч после перелома ноги. Баньяски на тот момент окончательно завершил занятия спортом и начал работать системным оператором. В 18 лет друг пригласил Рими сходить с ним на тренировку в секцию кикбоксинга, и со временем Баньяски понял, что это его призвание. Первым же профбою ему противостоял знаменитый голландский боец Валентайн Оверием. Никто на тот момент не ожидал, что перспективный новичок выиграет у Валеры, известного и опытного бойца техническим нокаутом. Сразу после победы Рими решил посвятить себя спорту и вошел основную работу. В дебютном выступлении в Кае-1 Рими снова противостоял знаменитый боец Рей Сефо. Последний имел преимущество в бою, но Баньяски снова победил техническим нокаутом. После этой победы о нем стали говорить, как об одном из самых одаренных юбоксеров планеты своей весовой категории. Его рост 1,96 метра, и при этом у него, очевидно из-за футбола, очень мощные ноги. Это позволило ему использовать в бою великолепные прыжки. Они у него настолько мощные, что многие противники падали на землю, сокрушенные единственным мощным ударом колена или ноги в полете. За это его и прозвали «летающим джентльменом». Первым в профессиональной карьере голландца с улетающим коленом познакомился венгерский кикбоксер Петер Варга. Их бой прошел на шоу-тайм в Голландии в 2000 году. Бойцы почти сразу начали отбивать друг другу лоу-киками ноги, мешая эти удары хорошими сериями на руках. Первые звоночки для Петьки прозвучали уже через полторы минуты. Рими пробил два летящих колена подряд в голову венгра. Петьку слегка повело, этим воспользовался Баньяски. Влепил отличный мидл-кик в печень, от чего визави упал на настил, скорчившись от боли. Судья отчитал нокдаун, и Петька встал и продолжил поединок. Голландец почти сразу провел еще одну серию из двух летящих коленей, но на этот раз попал в защиту и начал клинчевать. Судья развел бойцов. Начался поединок. И тут пятое летящее колено встретилось с челюстью Петьки и закончило бой. Следующей жертвой коронного удара стал американец Вернан Уайт на шоу К1 Гран-3 2003 в Лас-Вегасе. Выходя на ринг, Уайт выселил публику, пританцовывая, всячески демонстрируя свое настроение. Американец не стал приветствовать Рими, сходу зарядив ему супермен панчем, но почти сразу же получил с ноги в голову в прыжке и упал на колени. Правда судья посчитал, что Уайт подскользнулся и не стал отчитывать нокдаун. Уайт не остался в долгу и сам ударил с ноги в прыжке, но не попал. Цепившись в клинче, парни дождались развода суди и снова решили попрыгать, пробив одновременно Вернан вертушку в прыжке, а голландец удар с ноги в голову. Паньяски попал. Американец рухнул на настил, как мешок с картошкой. Поднявшись, он получил еще один удар в прыжке в голову и снова упал, свернувшись в калачек. Так летающий джентльмен добавил свой похожий на список нокаут с ноги в прыжке. В декабре того же года в полуфинале К1 Гран-при 2003 под колено Реми попал французский боец Серил Абеди. Мужики довольно бодро начали обменивать ударами руки к коленей, пока голландец не зарядил противнику с ноги в голову. Затем после очередного клинча и обмена ударами, летающий джентльмен разбежался и попытался улететь в обиде с колена, но промахнулся и чуть не вывалился за пределы ринга. Серил воспользовался этой оплошностью и налетел на баньяске с ударами, но почти сразу же получил два мидла в печень, а потом неожиданный перевод в голову. Серила явно повело, и судья отчитал нокдаун. После возобновления поединка и нескольких обменов ударами Реми пробил отлично летящее колено, и видя, как Серил основу повело, судья остановил поединок, спасая здоровье бойца. Но перед этим в четвертьфинале Реми Баньяске ждал Питер Грэм. Силу лоу-киков Питера на себе испытал Александр Емельяненко. От них его шатало больше, чем от чекушки в наши дни. Итак, вернемся к бою с Баньяске. Шел равный поединок с обоюдными атаками бойцов, но под занавес раунда Питер начал чуть-чуть подавливать Реми. Баньяске вошел в клинч и оттуда выбросил колено, отправившее Грэма на настил. Бой продолжился, но Грэм допустил ошибку, вновь выйдя в клинч. Колено с другой ноги, и Питер снова на конвасе. Нокаут. Но самый необычный нокаут Баньяске оформил с турецким бойцом Гоханом Саки. Первый раунд прошел довольно ровно. Бойцы перестреливались с атаками ног и рук, и Гохан зарядил пару неплохих ударов со зворота, но не попал. Во втором раунде ничто не предвещало скорой развязки. Бойцы все так же перестреливались ударами, как вдруг после разведения клинча. Реми разбежался и так зарядил мидл-кик в прыжке по корпусу турка, что тут мешком упал и на настил. Реми Баньяске вписал свое имя в историю кикбоксинга со трехкратным победителем Гран-при К1. Он сравнился в своем рекорде с таким титаном К1, как Питер Айртс. А обогнали его лишь двое – Сэмми Шилд и Эрнесто Хуст, выигравшие Гран-при по четыре раза. Первые две победы достались Реми в 2003 и 2004. Оба раза в финале он встречался с японским кикбоксером и каратистом Акио Мори, дравшимся под псевдонимом Мусаши, и оба раза победил его по очкам. Но самая интересная и драматичная победа досталась голландцу в 2008 году – бою с марокканским кикбоксером Бадром Харри, известным своими выходками и неспортивным поведением. Мужики начали довольно осторожно пристреливаться с глухой защиты, но в конце второй минуты Баньяске жестко пробил с руки в голову Бадра, и тот упал. Причем упал явно специально. На повторе видно, что после удара противника Харри откидывается на канаты и ныряет с падения под ногу голландца. Вероятно, если бы он не свалился, ему оторвало бы голову жесточайшим ударом с ноги в прыжке, который голландец нанес в догонку, а так удар только просвистел над головой. Осторожный голландец не стал пытаться добивать противника и аккуратно довел бой до конца раунда. Но во втором раунде Бадра понесло. Он провел отличную истерию на руках, а затем уронил летающего джентльмена. А затем зачем-то сначала нанес ему на земле два удара рукой, а затем еще и затаптывающий удар ногой в голову. Этот удар повредил ремень глаз, и бой остановили, а Бадра дисквалифицировали за неспортивное поведение. Так Баньяцкий в третий раз стал чемпионом гран-при К1, при этом чуть не лишившись глаза. Именно в бою с Бадром Харри чуть не лишился глаза и был вынужден прервать свою карьеру на три года. У меня была непростая операция на глаз, после которой мне нельзя было выходить на ринг. Баньяцкий настолько сильно бил ногами, что попросту ломал оппонентам кости. Так было три раза за его карьеру. Первому не повезло американцу Джеффу Форду на турнире К1 Гран-при 2003 в Лас-Вегасе. Когда Реми поймал противника на ударе рукой, пробил ему с ноги и попал в плечо. Видимо, этот удар повредил руку Джеффа, да так, что она повисла плетью, а сам боец вынужден был встать на колени, сигнализируя о том, что ему требуется помощь. Несмотря на отчитанные нокдаун и повреждения, Джефф все же продолжил поединок. Но видно было, что ему тяжело, и после своего неуклюжего удара он упал и еще больше повредил плечо. Судья остановил поединок, дав победу Реми Баньяцки. В следующем году не повезло марокканскому бойцу Азизу Кхату. На турнире К1 Гран-при 2004 в Сеуле. Весь первый раунд парни провели осторожно, обмениваясь сериями ударов. Было даже два падения, но оба нокдауна не засчитали. Реми упал от удержания ноги, а Азиз подскользнулся, уворачиваясь от удара. В втором раунде голланец часто входил в клинч с ударами колена, и в одном из этих клинчей победил руку противника. После долгого осмотра мужественный Азиз все-таки продолжил бой. Но первый же удар с ноги попал в поврежденную руку, и марокканец загнулся от боли, после чего бой остановили. Последним под удар Реми попал знаменитый французский боец Жером Лобонер. Дело было в 2008 году, все на том же турнире однодневки. В 2002 году Жора бился с Эрнестом Хустом, и тот сломал французу левую руку, да так, что ему пришлось пережить операцию. Жоре вставили стержень из металла и укрепили его 11-ю штифтами. Именно эта рука снова пострадала через 6 лет. Бой начался бодро, и уже в первом раунде Реми начал убивать левую руку француза. Не специально, просто левым предплечьем удобно защищаться от правого удара с ноги. Второй раунд Лобонер отработал на отлично, бил с серии и прессинговал. Тем не менее, многострадальную руку взлетело пару жестких ударов. Третий раунд начался также бодро, но в какой-то момент Реми, зажав противника в углу, пробил жесткий мидлкик и попал прямо в предплечье левой руки, повредив ее так, что Жора скончился от боли и отказался продолжать поединок. Ну и преступлением было бы не рассказать про самый хайповый, так скажем, бой Баньяски. Акибо навесил хорошо за 200 килограмм, Баньяски плюс-минус соточку. Бой закончился тем, что Реми, казавшийся миниатюрным подростком рядом с Живой Горой, нокаутировал своего противника чистым хайкиком, оформив нокаут года. 2003 год и старина Боб Сап Зверь дважды победил Эрнесто Хусте и еще не сливал свои бои за деньги. С самого начала боя Зверь проявил себя, вытолкав Баньяски так, что тот повис, перевалившись через канаты. После такого феерического начала Баньяски нашел ключ к победе. Он не давал загонять себя в угол, при этом атакуя ногами на всех этажах. Особенно страдали бедра Сапа, которым досталось немало жесточайших лоукиков, от которых Зверь постепенно замедлялся. Вдобавок к этому, к концу раунда Голланец провел неплохую серию на руках. Во втором раунде, переждав мощную атаку Сапа, Реми пробил отличный удар рукой, зацепив противника, затем уронил его еще парой ударов. Зверь не придумал ничего лучше, чем уронить голландца толчком и ударить его лежачего кулаком по затылку. За это он и был дисквалифицирован. Любил Баньяски полакомиться и бывшими боксерами. Например, в 2004 году его противником стал Франсуа Бота, с четырьмя поражениями подряд в кикбоксинге. Реми выбрал правильную дистанцию и побеждал по очкам, но под занавес поединка Реми смог провести хайкик, отправивший Боту на настил, тем самым сняв все вопросы о победителе. Продолжая тему бывших боксеров, в 2005 году Реми провел бой с Реем Мерсером. Поединок продлился всего 22 секунды. Бойцы сошлись, Баньяскин нанес удар ногой в голову, референ читал Мерсеру стоячий нокдаун и остановил поединок. Это было второе поражение Мерсера в двух боях по правилам К1. Что касается ММАшников, то четыре боя с Мэлориным Манхуфом – это отдельная песня. Рекомендую посмотреть каждый бой. Скажу только, что Баньяскин выиграл три поединка из четырех. В 2009 победила листара Аверима решением, в третьем раунде при этом отправив коня на канвас. В 2006 году Большой Папочка Гарри Гудридж попал под убойную комбинацию – колено в сочетании с хайкиком. Летающий джентльмен оказался не только умелым бойцом, но и героем в реальной жизни. В июле 2007 года Амстердам подвергся нападению британских хулиганов. Два парня ездили по городу на белом фургоне и стреляли в прохожих из пневматического ружья дротиками. Не повезло троим жителям города. Первому, мирно идущему по улице, попали в спину возле почек. Второму, сидящему на скутере в нижнюю часть спины. А третий дротик попал в ремни Баньяски. Он попал ему в спину. Несмотря на боль, боец запомнил машину и погнался за фургоном, взяв такси. Проследив, где остановились преступники, он позвонил в полицию, которая заглянула к хулиганам с визитом. В итоге у них обнаружили огнестрельное оружие, пневматику, из которой были произведены выстрелы, перцовый баллончик, наркотики и приличную сумму денег. Так что хулиганы не только развлекались таким отвратительным образом, но и занимались чем-то еще более криминальным. Баньяски был награжден медалью за отвагу за своевременную помощь полиции. Биография Реми Баньяски является отличным примером для подражания для всех начинающих бойцов. Он пришел заниматься боевыми искусствами в возрасте 18 лет и уже через год начал профессиональное выступление. В карьере Реми было много побед. Он навсегда войдет в историю К1. Этот бойц является ярким представителем голландской школы кикбоксинга. Всем спасибо за просмотр, с вами был дядя Дима. Не забывайте про лайки, пишите комментарии, что думаете. И если у кого-то есть возможность поддержать канал материально, то все ссылки в описании и закрепленном комментарии. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо.